18 августа во всём мире отметят День бездомных животных. В Чебоксарах эта проблема тоже стоит очень остро. Сейчас в пункте передержки бездомных животных по проспекту тракторостроителей сложилась критическая ситуация. Ольга Пырочкина подробнее. Если бы они могли говорить, то рассказали бы, как жили в тёплом доме или будке и имели свою миску с кашей. А потом в один момент оказались на улице из-за того, что надоели хозяевам. А может быть, родились бездомными и до того, как оказаться здесь, никогда не знали тепла и сытости. Наш малыш Шурик. Жил раньше с хозяином в квартире. Очень хорошо жили, гуляли на улице, потому что ошейник и поводочек он знает. Потом хозяин у него умер. Несколько дней он просидел с ним в квартире. Квартиру открыли, собачку выгнали сначала в подъезд. Потом соседи возмутились и выгнали его на улицу. Когда он к нам пришёл, он был совершенно зашуганный. Недели две под столом сидел. Таких, как Шурик, в пункте передержки сейчас почти 250. Но даже в таких условиях, с несколькими соседями по вольеру, здесь им лучше, чем там, откуда они пришли. Она попала к нам именно зашуганной очень. Она пряталась от нас, убегала. С района одержала она отловленная. Там много частных домов. Вот кто-то в квартиру переехал, собаку такую с собой не возьмёшь. Вот и оставили её там. Этого старого пса называют папочкой. Большую часть жизни он охранял в предприятии. После того, как оно закрылось, оказался на улице и заболел. В пункте передержки его, конечно, лечат. Но волонтёры очень надеются, что хотя бы под конец жизни он узнает, что такое быть домашним любимцем. Вот видите, вот он доверяет. Как вот его бросишь и не поможешь? Я бы была очень благодарна и признательна, если бы нашлась та семья, у которой есть возможность его приютить на доживание. Счастливые истории здесь случаются. Собак забирают домой, но добрых рук значительно меньше, чем хвостиков. Дотации города не хватает на все нужды пункта. Многое на плечах волонтёров и их силы на исходе. Любой человек, волонтёр, может к нам прийти в любое время, посмотреть, чем он может помочь. Даже помыть те же тарелки, или сварить кашу, или нарезать мясо, или уже кто может физически помочь, то что-нибудь построить даже, тоже будку сколотить. Подробнее о том, как и чем можно помочь, в группе пунктов в социальных сетях. Адрес вы сейчас видите на экране. А если вам приглянулся кто-то из сегодняшних лохматых героев, познакомиться поближе с ними можно будет на выставке пристройстве. 18 августа в парке Локриевский лес с 12 дня до 18 вечера. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...